В этом месте предполагается скрытый смеситель для раковины. Выглядит закладная вот подобным образом. Я не могу сказать, что это очень хороший смеситель, потому что вывел его до розетки. Вот у меня луч стоит. Плюс-минус они ровно. Да, здесь вот это все двигается. Он короче, чем уголок 90 градусов. Соответственно, меньше будет просто уже торчать на чистовом этапе. Сам каркас я буду собирать из профиля ТЦ. А что же будет со скрытым смесителем? А вдруг он потечет? Что-то для меня удивительное. Да, я первый раз такое встречаю. Это уже четвертая серия нашей с вами эпопеи по ремонту санузла в панельном доме П-44Т. В прошлой серии мы собрали с вами вот этот узел водоснабжения. Если вы не видели эту серию, вот здесь по подсказке можете ее посмотреть. Либо на моей странице, если вы смотрите на других платформах. В этот раз мы уже поговорим про прокладку трубопровода от этого самого узла до конечных точек потребителей. А также постараемся рассмотреть монтаж каркасной системы, которая будет закрывать этот узел. Монтаж инсталляции, трапа для душа, ну и остальных, возможно, закладных элементов. Ну что, поехали. Буду использовать трубы из шитого полиэтилена, армированные внутри алюминиевым слоем. Такая труба идет единым целым куском, продается в бухтах. Удобство ее в том, что она... ...изгибается, принимает определенную форму и держит ее. Плюс это очень надежная труба. Возможно, кто-то знает подобный тип трубы, но эта труба не того известного производителя, о котором вы подумали. Это производство компании Elson. Российский бренд, который производит все свое оборудование на европейских заводах. Собственно, труба называется Elson Triplex. Внутри сделана из шитого полиэтилена, армированный слой из алюминия. В общем, хорошая труба, уже не первый раз ее используют. В этом месте предполагается скрытый смеситель для раковины. Выглядит закладная вот подобным образом, и ее необходимо закрепить вот в этом углублении. Одна проблема. Здесь, когда я выбивал, не совсем ровно, да? И он здесь не очень хорошо встает. А вот на ровную поверхность его уже намного проще закрепить относительно ровно. Есть крепежные отверстия. Я не могу сказать, что это очень хороший смеситель, потому что у него площадка для крепления не фрезерованная. То есть она неровная. И он в любом случае немного болтается. Придется что-то придумывать. Тем не менее, сейчас я хочу подготовить опорную площадку внутри этой ниши. Здесь в инструкции сказано, что монтажная глубина от 50 до 70 миллиметров. Эта глубина указана уже с учетом чистового покрытия, в данном случае плитки. Поэтому не надо забывать о ее толщине. Сделал вот подобную конструкцию, так называемый шаблон. Выставил здесь расстояние 5 сантиметров. И 1 сантиметр будет еще плитка. Того получится 6 сантиметров, 60 миллиметров. Ну, примерно 60. То есть я попадаю в эти габариты. Буду опираясь на уже готовую штукатурку. Выравнивать там площадочку, чтобы она полностью повторяла плоскость вот этой стены. Только уже вглубь. Чтобы долго не ждать, я буду использовать гипс. Он быстро твердеет. С гипсом надо быстро работать. Вот буду использовать половинку отмечика резинового воды. Гипсом надо быстро твердеет. Процесс похож на штукатурку, только надо работать намного быстрее. Ну вот, такой площадочки мне хватит для монтажа уже смесителя. Все там ровно. Можно не обращать внимания на эти раковины. Они роли не сыграют. Пусть она пока застывает, а я перейду на кухню и там буду монтировать уже трубы. Пока что проложил трубы для посудомоечной и стиральной машины. Внутри штробы я их закрепил с помощью перфоленты. Труба окутана в теплоизоляцию. Толщина стенки 6 миллиметров. Ну, собственно, теплоизоляция, она обязательно по нормативам, по ГОСТам. Все трубы должны быть изолированы. Вывел водорозетки. Вот у меня луч стоит. Плюс-минус они ровно. Да, здесь вот это все двигается. Фиксировать буду также на гипс, но использовать буду вот некие шаблоны. Такие металлические. В них есть отверстия. Внутри вставляется заглушка. Они, кстати, двухсторонние. Можно поставить таким образом. Водорозетка будет отступать от стены на 1 сантиметр. Здесь же планируется малярная работа. Соответственно, я буду делать вровень со штукатуркой. Поэтому вставляю заглушку с этой стороны. Накручиваю водорозетку. Довольно плотно. Все, она прижалась к обратной стороне. Дальше я буду уже фиксировать вот таким образом к стене. В определенном месте, чтобы было по уровню. Уровень относительно вот этого центра, вот этой коробочки. Буквально через 5 минут гипс схватится. Я смогу снять заглушки, убрать свои шаблоны и использовать их в дальнейшем. Гипс схватился. Можно разбирать. Сначала заглушки откручиваю. Получились водорозетки в плоскости за штукатуркой. Как-то дополнительно крепить водорозетки в имеющиеся ушки я не вижу смысла. Держится все хорошо. Потом еще дополнительно замажется. Все будет надежно. Теперь приведу в сторону кухонной мойки. Буду использовать также шаблон, но уже один. Подготовил водорозетки. На шаблоне есть определенные габариты по междуосевым расстояниям. У меня здесь выбор на 150. То есть вот сюда и сюда. Холодное будет справа. Горячее слева. Надо освободить от гипса мою тару. Чем хорош резиновый мячик. Скомкал. Все лишнее отвалилось. Водорозетки. застывают я с этой стороны могу обратные концы труб подсоединить уже коллектору я здесь подписал чтобы не потерялись да потому что все таки они очень похожи все трубы своеобразной короче так чтобы я понял так начну с горячей воды вот у меня пока только одна трубочка горячая кухонная мэк у меня вот этот третий выход соединение будет виде евро конуса то есть он такой под конус и уплотнительное колечко здесь внутри самое надежное соединение виза разборных в этих местах в этих в этих в этих у меня тоже конусные такие американки с таким уплотнительным кольцом не с плоской прокладкой отодвинул теплоизоляцию надо надеть такую гильзу она двусторонний поэтому любой стороны конец трубы расширить нужно для чего нужно расширение чтобы вставить этот фитинг так он сюда не входит по размеру теперь замечательно входит вводить он должен вот как раз таки до последнего такого буртика он больше выступает эти сками специально фиксируем крепеж специально дело так чтобы сзади трубы тоже проходили все потом ключиком подтянуть это можно выровнять подровнять как угодно гнуть очень удобно согласитесь способ монтажа не особо ты мудренный в принципе справится нара каждый необходимы только навыки инструмент все доступные трубы на текущий момент я проложил установил смеситель скрытого монтажа все надежно закрепил выровнял все жестко держится четко по уровню по осям по всем плоскостям дальше от смесителя идут трубы в этом углу нет никаких соединений также труба плавно поворачивается чтобы повернуть трубы во внутреннем углу необходим минимальный радиус чтобы этого добиться я трубу гнул специальным трубогибом он позволяет не достичь как раз таки минимального радиуса из доступных руками так точно не согнуть дальше труба уходит и подключается в коллектор везде она также закреплена в принципе она и так здесь довольно плотно держится за счет ширины штрафа но дополнительно зафиксировал также зафиксировал выход канализации кто-то может задаться вопросом на какой высоте нужно делать выход канализации так вот я это делаю непосредственно по месту я знаю какая у меня будет использована тумба какая на какой высоте какая раковина я здесь все себя здесь расчертил тумба у меня будет подвесная заканчивается на этом уровне дальше будет накладная раковина так вот от низа раковины я вот использую подобные планы сифоны просто подставляю примерно к низу раковины делаю отметку вот меня сейчас чуть ниже да все потому что это сифон регулируется по высоте его можно будет потом отрегулировать и попасть уже необходимый мне размер для выхода канализации я использую специальный сифонный отвод он отличается от многих используемых уголков под 90 градусов своей длиной он короче чем уголок 90 градусов соответственно меньше будет просто уже торчать на чистовом этапе помощью такого отвода можно просто делать штробу не такую глубокую как вот такой уголок не всегда толщина стен позволяет сделать глубокую штробу да и смысла тоже в этом особо нет когда есть специальный элемент чтобы подключить оставшиеся трубы необходимо смонтировать те приборы которым эти трубы будут подключаться моем случае будет скрытый смеситель для душа в этой зоне он будет крепиться в каркасную систему поэтому ну давайте собирать уже непосредственно каркас и монтировать туда все остальные элементы первым делом выполняю разметку здесь у меня счет идет на миллиметры поэтому это очень важный этап сам каркас я буду собирать из профиля т.ц. это стальной отсылкованный профиль такого скажем так квадратного сечения но по факту он больше такой крестообразный этот профиль крепится к стенам с помощью специальных кронштейнов они регулируемые поэтому можно выровнять какие-то неровности либо обойти какие-то выступы друг с другом этот профиль не скручивается он соединяется с помощью специальных соединителей в виде вот таких вот небольших уголков они сюда вставляются и зажимаются винтом соответственно получается перпендикулярное соединение для начала закреплю все что по периметру закрепил кронштейны так чтобы их можно было что подрегулировать ослабляем сзади гайки стоит лазер отбивает не метку там где отметил чуть-чуть подвигать будем периметр поставил все я отбиваю получу чтобы у меня здесь где-то либо отражалась где-то легко слегка касалась все зависит от толщины луча сейчас буду ставить вертикальные стойки уже скреплять их специальными зажимами виде такого треугольничка так также по уровню ставим временно фиксируем один уголочек помогает в одной плоскости другой в другой плоскости но все равно по уровню проверим так вот здесь вот он отражается и теперь внизу могу поправить одна стойка готова таких надо будет сделать несколько и потом их между собой перевязать чтобы не было такого прогибания таким образом шаг за шагом деталь за деталью собирается прочный надежный каркас он является самонесущим достаточно жесткий в этом месте у меня закладная из фанеры для того чтобы закрепить скрытый смеситель и рядышком закладная для водорозетки здесь будет ручной дуж сам смеситель выглядит таким образом я его уже обвязал будет крепиться сюда в инструкции не было сказано ничего по поводу глубины данного смесителя поэтому пришлось с помощью рулетки вымерять необходимо глубину и так получилось что мне достаточно было фанеру прикрепить к обратной стороне и я тогда получается попадая в нужную мне глубину с учетом двух слоев аквапанели и укладки плитки также из этого профиля и создал открывающуюся дверцу которая будет являться скрытым люком под плитку одним нажатием руки дверца открывается и мы получим полный доступ к узлу ввода ну и соответственно точно так же она будет закрываться собирается этот люк из специальных закладных которые продаются отдельно для этого профиля tc в профиле делаются отверстия в нужных местах далее из комплекта петель внутрь профиля вставляется специальная закладная и затягивается болтом довольно таки плотно похоже операция выполняется и с другими профилями закладная болт получается вот такой элемент со штырем он монтируется как часть каркаса теми же угловыми соединителями плотно затягивается штырь смазывается надевается подшипник и устанавливается вращающейся ось сверху накрывается также элементом со штырем и фиксируется угловыми соединителями получился вращающийся профиль на котором также собираются детали и получается вот такая дверь в данное место мне нужно установить закладную для подвесного унитаза так называемую инсталляцию поскольку эта система у производителя есть все необходимые элементы в том числе и закладные для подвесного унитаза но здесь целью экономии решили взять немножко другую модель того же производителя но не совсем подходящую к этой системе таким образом выглядит рама собственно на плюс-минус стандартные практически на всех инсталляциях отличительной особенностью специальной рамы для этой системы вот такой являются места для крепления ее в этот каркас помощью как раз таки тех самых соединителей угловых но даже если у вас инсталляция другого производителя либо не подходящая в любом случае уже есть решение продается вот такой комплект закладных креплений подходит практически наверно под любую инсталляцию внутри небольшая инструкция и вот такой вот небольшой пакетик внутри находится специальный шаблон и вот такие загогулинки которым будут крепиться уголки модуль для подвесного унитаза установил обратите внимание что модуль установлен только в систему каркаса сам каркас является несущей системой поэтому он строит сюда в модуль а не надо путать ее с другими рамами которые крепятся в пол и в стены здесь достаточно много креплений соответственно нагрузка распределяется равномерно и вся эта конструкция держится довольно таки жестко я могу в ней по ней на ней повиснуть могу дергаться прыгать бегать и так далее ничего с ней не будет с этой стороны установил подключил скрытый смеситель для душа от смесителя трубы идут вверх по потолку и приходят уже непосредственно в зону где будет находиться верхняя лейка там немного нестандартное межосевое расстояние нет никакой закладной нужно было установить 2 водорозетки с резьбой 1 2 на расстоянии 50 миллиметров это довольно сложная задача но если есть определенный инструмент виде шаблона например такого где шаг установки 25 миллиметров соответственно 50 миллиметров сделать несложно у многих есть переживание а что же будет со скрытым смесителем а вдруг он потечет как его там ремонтировать и так далее не дай бог давайте на конкретном примере вот этом я покажу что впоследствии можно будет сделать со скрытым смесителем для душа впоследствии когда все зашьется и будет плитка мы сможем видеть только то что находится внутри вот это вот специальная закладная коробочка неважно будет здесь листовой материал для этой штукатурка она здесь специально для того чтобы осталось смотровое окно что мы можем сделать мы можем обслужить внутренние клапаны выкрутить его почистить сетку поменять уплотнители и так далее при необходимости и вовсе вот заменить внутри у нас остается просто латунное тело цельный кусок металла с которым ничего произойти не может также можно поменять рычаг управления термостат в нем и так далее все это здесь обслуживается выкручивается доступ есть и на самом деле в любом скрытном смесителе которые устанавливаются в стену уже инженером заложено способ обслуживания того что необходимо будет обслуживать либо это какой-то клапан либо это рычаг управления либо еще что-то основное латунное тело с ним собственно ничего не произойдет это кусок металла ну а чтобы убедиться что действительно протечек не будет надо просто во время монтажа произвести опрессовку системы чем мы сейчас и займемся запустил воду везде открыл все краны после чего основные краны на стояке закрыл подключил опрессовочный насос я буду давать повышенное давление чем рабочие важно помнить что воздух он сжимается вода не сжимаемая жидкость поэтому воздух и клапаны маевского они в этом плане очень удобно держит давление и спускают весь воздух пожалуйста вот там водичка копыт также соединил холодную горячую воду пока что перемычкой чтобы сразу за один раз проверить обе системы что сейчас будем давать давление у меня сейчас 3 атмосферы это рабочее давление буду давать до 10 посмотрим итак на насосе поднял 10 атмосфер пускай полчасика постоит за это время давление может немного упасть трубы расширяются может быть где-то еще воздух остался и через полчаса опять добавить до 10 и буквально там пять минут подержать если все будет держать на все в порядке здесь также видно что поднялось давление это не показывать потому что у него шкала на 6 заканчивается он уже на второй круг пошел все проверяем все смотрим чтобы не было нигде потеть протечек повышенное рабочее давление специально дается для того чтобы все это проверить испытание повышенным давлением пройдено просадок по давлению и протечек не обнаружено поэтому я спокойно заделал все штробы и могу быть уверен что передаю заказчику полностью исправную и рабочую систему что же за кадром я еще проложил здесь немного электрики я напоминаю да что электрик мне оставил несколько кабелей соответственно я их поставил нужной точке у меня будет зеркало две розетки выключательный вентилятор и в этом месте электрический полотенцесушитель на потолке я установил распаечные коробки я таким образом прокладываю электрокабели коробки называются распаечными не просто так кабель я в них появим это надежное соединение которое разрешено скрывать и не обслуживать в дальнейшем по я и очень просто методом окунания скрутки в расплавленный припой эффективно удобно и быстро заказчик выбрал вот такую модель полотенцесушителя это производитель индиго российский для меня это новый производитель интересные особенности да у него есть подключение как через вилку в розетку втыкается также собственно есть и скрытое подключение очень интересно выполнено во первых есть выбор возможности подключения с правой стороны либо с левой стороны во вторых очень хорошие соединители что для меня удивительно я первый раз такое встречаю но в целом сборка тоже приличная в общем мне понравился здесь довольно подробная инструкция расписано как что монтируете подключать все кабели расписано как переносить как собственно пользоваться очень информативная бумага хочу обратить ваше внимание на то как я прокладываю кабель вот здесь будет у меня ось крепление полотенцесушителя сам же кабель для него я отвожу немного в стороне чтобы не дай бог не просверлить его во время крепежа также я сделал здесь подрозетник но здесь не будет установлена розетка будет скрытое подключение а подрозетник нужен для того чтобы у меня был ход кабеля и небольшой запас после укладки плитки здесь будет небольшое отверстие и собственно у меня будет возможность немного двигать вперед-назад этот кабель ну такой вот небольшой лайфхак что ж теперь я могу зашивать этот каркас листовым материалом чтобы у меня была плоскость для укладки плитки использовать буду плиты aqua панель они сделаны из цемента не боятся влаги не подвержены грибку в общем идеальный вариант для сунзлов плиты нужно монтировать с небольшим зазором поэтому внизу я подложил проставочки они 3 миллиметра толщиной здесь также есть небольшая щель здесь у меня есть выступающие элементы поэтому я здесь вырезал дальше когда буду зашивать вторым слоем все это разумеется скроется чтобы прикрутить эту панель к профилю буду использовать специальные саморезы также они предназначены для aqua панелей выглядит таким образом у них большая шляпка и на конце есть сверло так что в этот профиль будут входить как в масло сделал отметки куда можно сверлить где у меня профиль до чтобы не попасть в трубу саморезы должны входить слегка внутрь и ну где-то на пол миллиметра первая плита есть таким образом будут крепить все остальные и потом второй слой зашил стены в два слоя обратите внимание как выглядит смеситель скрытого монтажа вырезы вырезы под вентиляцию под коммуникации также можно посмотреть как будет открываться люк он также зашит легкое нажатие он открывается часть уходит вовнутрь часть соответственно наружу я ось сделал специально подальше потому что здесь будет полотенцесушитель чтобы он его не задевал ну и соответственно чтобы здесь тоже было место для ухода разумеется плитка будет заходить намного дальше чем обшивка люка это мне просто для удобства почти все подготовительные работы перед укладкой плитки завершены уже в следующей серии мы рассмотрим монтаж трапа создание подиума для него я покажу ускоренный вариант создания душевого поддона который будет готов под укладку плитки буквально через несколько дней поэтому я специально пока что вот здесь не делал на этом я буду заканчивать эту серию обязательно подписывайтесь оставляйте свои комментарии внизу не забывайте подписываться на остальные соц сети там я показываю свою работу раньше чем она поступает на видео уже в следующей серии мы рассмотрим и монтаж трапа и монтаж душевого поддона и подготовку перед укладкой плитки здесь еще не все готово и рассмотрим уже часть сам самих плиточных работ на этом я с вами прощаюсь увидимся в следующей серии пока